И снова здравствуйте! Мы с вами начинаем очередное занятие, 12 по счету, и оно у нас посвящено многокамерной съемке. В продолжение того, что мы уже изучали, основы звука, мы сделаем не только многокамерную съемку, но и многоканальную звукозапись. Насколько это возможно, многоканальную, по крайней мере, два канала точно запишем. Дополнительно потестируем не только разные микрофоны, но еще и разные устройства. Это рекордер плюс отдельная аудиокарта для профессиональной звукозаписи. Давайте сначала разберемся в основе того, чем будем заниматься. Многокамерная съемка сложна тем, что, во-первых, желательно использовать совершенно идентичные камеры, и их идентично нужно настраивать, чтобы картинка не отличалась. В идеале, чтобы и объективы были тоже идентичными, должны быть, естественно, настроены и профили камеры одинаковые, и экспозиция одинаковая. Можно выбирать уже только ракурсы. Второй сложный момент заключается в том, что при монтаже ракурсы должны быть синхронны. То есть, когда мы делаем монтажный стык, не должно быть ощущения, что губы говорят, а звука нет. Что-то отстает или, наоборот, звук опережает картинку. Для этого нужно синхронизировать каким-то образом изображение. В профессиональной киноиндустрии и телевидении для этого существует специальная штука, называется тайм-код. Это устройство, которое генерирует определенный код, который прописывается в видеоматериал каждой камеры, и потом при монтаже программа видит этот тайм-код и выстраивает все файлы синхронно. Это удобно. Но поскольку у нас с вами такого устройства нет, то мы будем синхронизироваться по старинке, благодаря хлопушке. И это важный момент не только по звуку, но и по изображению, потому что микрофоны разных камер могут быть на разных расстояниях. Если вы хотите синхронизироваться по звуку, то расположите все камеры на идентичном расстоянии от источника звука и сделайте три хлопка. Эти три хлопка будут хорошо видны в аудиофайле, и по ним можно будет синхронизировать все ракурсы. Но, тем не менее, после этого, если камеры уже включены, пишут и вы хлопнули, камеры нужно растащить на те ракурсы, которые вам нужны, и продолжать снимать. Вот тогда вы вначале сможете синхронизироваться и по звуку, и по картинке, а потом, разнеся камеры, на разных камерах будет отставать звук, но картинка будет синхронная. Вы оставите лишь одну звуковую дорожку от одной из камер, а остальные просто удалите. Мы же синхронизируемся с вами и по хлопкам, и по картинке. Для этого мы используем самую обычную хлопушку, которая использовалась раньше в кино, когда они еще были неэлектронными хлопушками. И для того, чтобы мы могли синхронизироваться по звуку и по картинке, эта хлопушка должна быть в кадре на всех ракурсах. У нас сейчас три камеры используются. Это камеры Sony. Они, насколько это возможно, идентично настроены. И они нацелены таким образом, чтобы вот в этой области, если я здесь расположу хлопушку, она была видна и на этом ракурсе, и на общем ракурсе. Этот ракурс снимает, как наши гости Дарья Гончар будет исполнять композицию музыкальную. Здесь она будет играть смычком. Соответственно, этот ракурс крупно будет снимать процесс игры смычком. И вот тот ракурс, который потом будет перенаправлен на лицо, сейчас направлен вниз, чтобы мы могли синхронизироваться здесь. Я сначала должен был запустить все камеры, потом хлопнуть, потом отойти, перенастроить композиции этих камер. И потом уже можно дать сигнал для музыканта, чтобы можно было начать исполнение. Для начала, чтобы можно было сделать небольшой тест, я попрошу Дашу немножко рассказать о том, что это будет за композиция. А пока Даша будет отвечать, мы с вами узнаем, как работает петличка, которая установлена у Даши на воротничок, и как работает микрофон Пушка, который установлен над Дашей, чтобы потом можно было эти файлы скачать и сравнить, послушать и понять, какой из микрофонов будет удобней. Пушка — это микрофон направленный, если мы помним, а петличка у нас всенаправленный микрофон, поэтому звук, конечно, будет отличаться. Но я постарался настроить так, чтобы максимально детально было слышно голос с обоих микрофонов. Ну, давайте тогда начнем. Я запущу сначала камеры, нажму на запись. Тоже запись пошла. Я запущу рекордер, чтобы он тоже начал писать. И третья камера тоже пишет. Значит, теперь я сделаю три хлопка, так, чтобы это было видно на всех ракурсах. Уберу хлопушку и исправлю последний ракурс так, чтобы композиционно мы могли иметь какие-то новые детали. Например, лицо музыканта. Так, ага. И, конечно же, надо запустить запись на компьютере. На всякий случай стоит проверить, пишет компьютер звук или нет. Видим waveform, соответственно, имеем возможность по этому же звуку синхронизироваться впоследствии. А теперь я спрошу у Даши, какое произведение она для нас будет играть. Даша будет смотреть и говорить на эту камеру, и на монтаже мы совершенно спокойно можем потом уже переключаться камерами. Так, маленький нюанс. Даша, расскажи, пожалуйста, о том, какое произведение ты для нас будешь исполнять. Хорошо. Я исполню очень известное произведение Петра Ильича Чайковского, которое называется «Сентиментальный вальс». Он написан для фортепиано, на самом деле, но исполняют в переложении всевозможные инструменты. Вот, сегодня я исполню новинчили. Сентиментальный вальс СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ synd態. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА нам нужно сделать, это, конечно же, взять и выполнить на компьютере многокамерный монтаж. Я это сделаю на примере одной из монтажных систем. В принципе, нет особой разницы, в какой программе вы это делаете. Основные принципы, как собирается проект, будут одни и те же. Наша задача просто проследить, проконтролировать этот процесс. Я покажу на этих файлах, как этот проект собирается. Вы сможете выполнить ту же самую работу, если заходите, либо снять свой проект и смонтировать его и прислать в качестве домашнего задания.